Самарская область Главного объекта Чемпионата мира в Самаре в нашем материале. Установка одного такого блока, вес которого порядка 100 тонн, занимает несколько дней. Пока материал готовили к эфиру, этот элемент уже поставили на свое место. Теперь можно смело говорить о том, что основной монтаж металлоконструкции, всего их 13 тысяч тонн, завершился. В общей сложности строителям понадобилось 16 месяцев, чтобы смонтировать все 32 консоли. Напомню, что работы на тогда еще пустой площадке начались в 2014 году. Глава государства Владимир Владимирович Путин заложил капсулу в основании будущего стадиона, тем самым дав старт подготовке России к Чемпионату мира. Самарский стадион в числе уникальных объектов страны. Необычная форма в виде космического объекта, сложная конструкция, вылет консольной части свыше 90 метров. Сейчас куполарины продолжают покрывать в белый цвет для красоты и защиты от коррозии. Эти работы выполнены уже на треть. Чтобы завершить покраску, потребуется еще около месяца. Уже можно работать над нижней частью купола, покровли. Там немножко не со стекления начинается, там технология такая. Надо сначала выполнять принимающие ливневые стоки лотки. Это серьезные сооружения при таких больших габаритах консолей. То есть разгон воды здесь производится почти с расстояния и с больших высот 60 метров до 20. На этом расстоянии вода разгоняется до 40 километров в час. И поэтому водоприемные лотки очень серьезные. После того, как смонтируют дождевые приемники, займутся монтажом кровли. Ее площадь составляет более 76 тысяч квадратных метров. Для сравнения это примерно 10 футбольных полей. Параллельно начнется раскружаливание. Это сложный комплекс работ, когда всю конструкцию купола приподнимут домкратами и уберут временные поддерживающие опоры. Затем приступят к обустройству футбольного поля. Здесь на футбольном поле стадиона собирали металлоконструкцию купола. Теперь началась генеральная уборка. С арены увозят бетонные плиты, их было порядка 600, постепенно выводят строительную технику. В ближайшее время начнется обустройство газона. Уже к началу осени выполнят дренажную систему и застелят итальянский ковер. Зелено на стадионе будет осенью. По мнению специалистов, укладка коврового покрытия надежнее, чем посев травы семенами. Печальный опыт, что газон не прижился, уже был в Петербурге и Казани перед Кубком конфедераций. Что немаловажно, начато благоустройство вокруг прилегающей к стадиону территории. Как отметил вице-губернатор Александр Борисович Фетисов, здесь должно сложиться новое городское пространство. Наши строители, задача справиться. Здесь не только будет красавец стадион, но уникальная благоустроенная зона. И мы хотим так, чтобы сюда действительно люди приезжали. А конкурировать придется с нашей уникальной набережной. Должны быть какие-то притягательные здесь вещи, что сюда хотелось бы приехать. И эта задача стоит перед нами. Ее стоит перед нами губернатор. Занимаются и внутренней отделкой. Площадь всех помещений арены более 150 тысяч квадратных метров. Чтобы успеть выполнить все работы, дополнительно привлекли специалистов. Сейчас на объекте задействовано порядка двух с половиной тысяч человек. Меньше, чем через год, на нашем 45-тысячнике сыграют лучшей сборной планеты. В Самаре пройдет шесть матчей футбольного первенства. Это четыре в групповом этапе сразится в том числе и сборная России, а также одна восьмая и четверть финал. А это так называемый фанатский сектор. Вид отсюда открывается на самом деле впечатляющий. Активно идет в регионе строительство дорог. На этой неделе установили третью часть пролетного строения Фрунзенского моста. О том, как идут работы на объекте с высоты, наблюдал Виталий Портнов. Стратегический объект для области Фрунзенский мост. Его строительство идет активными темпами. Из восьми опор шесть готова полностью, еще две в процессе возведения. Сейчас идет подготовка к заливке бетона. При этом продолжается монтаж металлоконструкций. За месяц собрали еще 28,5 метров пролета и вновь приступили к надвижке. Общий вес надвигаемых металлоконструкций пролетного строения составляет 2976 тонн. Длина составляет 220,5 метров. На этом этапе важна высокая точность. Это достигается благодаря гератическому контролю с нескольких точек, планово-высотного положения надвигаемых металлоконструкций пролетного строения. Контроль ведут и инженерно-технические специалисты. Всего больше сотни человек. Всю многотонную конструкцию поэтапно тянет четыре мощных домкрата. От восьмой опоры до шестой. Предстоит еще семь подобных надвижек. Отметка 17 метров над уровнем воды в реке Самара. Это самая верхняя точка шестой опоры, которая находится в русле. Именно в эту сторону, с левого берега, идет движение Фрунденского моста по вот таким перекаточным опорам. Конструкция многотонная, поэтому скорость небольшая. Всего лишь два метра в час. Эта конструкция продолжит расти и дальше. Ее будут постоянно наращивать. Всего необходимо установить почти 600 метров центрального пролетного строения Фрунденского моста. После чего его поднимут специальными домкратами и уберут все временные накаточные опоры. В последующем будет производиться демонтаж этих временных конструкций. Эта конструкция временная. Она предназначена чисто для того, чтобы надвинуться именно пролетным строением. Дальше уже при завершении надвижки пролетного строения будут сооружаться временные опирания, поддомкрачивание пролетного строения, извлечение временных опор и уже переопирание на постоянную опорную часть. Полным ходом идут работы и на развязке со стороны улицы Шоссейная. Там продолжается отсыпка песчаного основания и укладка геотекстиля. Началось возведение опор путепровода. Общая протяженность Фрунденского составит 667 метров. Движение будет шестиполосным. В Самарской области в порядок приводят и старые мосты. Один из них у села Богатая. С момента ввода в эксплуатацию в 1964 году основательно его не ремонтировали. Объект пришел в аварийное состояние. Частично разрушились крайние балки, на которых держались дорожные плиты. Были трещины, разрушения, оголенные арматуры. Это уже недопустимо. Новые балки мы заливали непосредственно на объекте. То есть даже не буду называть конкретно, но некоторые заводы с этим не справятся, с тем, что мы здесь делали. За счет металлической геофрагмы, которую мы сделали между старыми балками и новыми, нагрузка со средних старых балок тоже будет сниматься на крайние новые балки. Подрядчик изготовил и установил 20 новых балок. Общим весом 1400 тонн. Сейчас ведется монтаж последних четырех пролетов. Укрепили опоры, увеличили ширину проезжей части. У нас раньше было 6,95, ширина проезжей части. Сейчас будет до 8 метров. Я считаю, на проценты 80 у нас уже выполнены работы. Сейчас сам из-за паводка мы на полтора месяца чуть отстали, но мы нагоним. Мы демонтировали последние, буквально вот за эти дни, последние четыре балки демонтировали и смонтировали новые четыре. После ремонта допустимая нагрузка на мост возрастет с 20 тонн до 80. На время работ здесь организовано реверсивное движение. Открыть проезд планируют к 30 сентября. В рамках государственных программ и подготовки к чемпионату мира по футболу в Самаре и области ремонтируются десятки улиц. Это возможно благодаря рекордному финансированию. Нарожный фонд региона в этом году составил 27 миллиардов рублей. Средства федерального центра и области. А всего за пять лет из бюджета всех уровней было выделено 100 миллиардов. Меняется не только Самара. Например, в Сызрани также произошло немало перемен. Третьему по величине городу-региону областные власти уделяют большое внимание. Строят спорткомплексы, ремонтируют дороги, благоустраивают территорию. Подробности в нашем материале. Это четырехэтажка на улице Гоголя, один из 73 домов Сызрани, которые капитально отремонтируют в текущем году. Зданию 57 лет. Как мы видим, здесь обновлен фасад, заменены окна. Стоимость ремонта составила 3 миллиона рублей. Я очень рада. Прекрасно. Молодцы мастера все здесь. И прям хочется жить, и я в него вхожу, думаю, новый дом. Свой визит в Сызрань губернатор Николай Иванович Меркушкин начал со встречи с жителями отремонтированного дома. Они рассказали главе региона, что не имеют претензий к работе подрядчика. На следующем этапе в четырехэтажке заменят коммуникации. Сызранцы поинтересовались у губернатора, можно ли ускорить проведение этих работ. Глава региона ответил, сроки напрямую зависят от собираемости взносов в фонд капитального ремонта. В Сызране она пока не самая высокая – 83%. Однако инициатива жителей может поправить ситуацию. Говорили и о роли общественности в повышении качества жизни городских территорий. В Самаре и Тольятти по инициативе губернатора уже создано более 440 общественных советов микрорайонов. Управляющие микрорайонами контролируют работу обслуживающих организаций, следят за сбором местных налогов и акцизов. При этом 80% собранных средств возвращаются территориям и могут направляться на благоустройство. Сызранцы выразили желание перенять опыт губернской столицы и Автограда. Не обошлось без личных просьб. Жители двора попросили главу региона посодействовать в ремонте старой спортивной площадки. Николай Иванович, вы очень радуетесь, когда у нас спортивные дела идут вперед. Вы очень радуетесь и всегда заботитесь о здоровье нации. Помогите нам, пожалуйста. У нас бельмо на глазу, вот эта площадка спортивная, вся разбитая. Сделайте нам, пожалуйста, ну пожалуйста. В 2018 году 100% будет. 100% будет. Да, ну ладно, поверим. А может быть будет в этом году. В этом году. Это еще будет. На заводе «Тяжмаш» глава региона осмотрел три производственных цеха, где сосредоточены основные заказы. Оценил ход ремонта судовых валопроводов крейсера «Адмирал Нахимов». «Тяжмаш» закончит их модернизацию в текущем году. А уже в 2018-м крупнотоннажное боевое судно планируется спустить на воду. Условиями труда на предприятии губернатор поинтересовался у рядовых сотрудников. Тарматы отлично. Отлично. В заводе отлично. Также Николай Иванович посетил участок производства гидравлики, уделил внимание работе многофункциональных обрабатывающих центров с программным управлением, познакомился с уникальными операциями по изготовлению изделий особого назначения. Губернатор отметил успешный ход модернизации на предприятии, рост востребованности услуг завода на внутреннем рынке страны. «Мы смотрели с вами новый цех, где стоят немецкие станки, современнейшие, японские станки, современнейшие. Сложные детали можно изготавливать, где сотни раз увеличивается производительность труда. Они выиграли тендер на «Восточный-2», на второй стартовый стол для тяжелой ракеты. Будет делать тоже наш завод «Тяжмаш» Сызранский. Мы их свели с «Новотеком», мы подписывали соглашение. Здесь это сентябрь прошлого года, и «Тяжмаш» будет там один из главных участников по поставкам металлоконструкций для этих двух строящихся заводов. Следующим местом визита главы региона стал строящийся физкультурно-спортивный комплекс. В нем разместятся два бассейна, универсальный игровой зал, помещение для тренировок. Весной на завершение строительства объекта из регионального бюджета было дополнительно выделено почти 150 миллионов рублей. На данный момент в здании ведутся работы по установке перегородок, устройству стяжки пола, прокладки внутренних инженерных сетей. До декабря планируется смонтировать технологическое оборудование, запустить котельную, системы вентиляции и электроснабжения. В марте 2018-го комплекс примет первых посетителей. Губернатор прямо на месте внес поправки в проект фасада комплекса. Губернатор обозначил задачу сделать комплекс максимально безопасным и комфортным для посетителей. Еще один знаковый для города объект – спортивный стадион «Кристалл». Футбольное поле, на котором более 10 лет выступала местная команда «Сызрань-2003», сейчас находится в стадии замены. Готовность – 65%. К монтажу искусственного газона строители рассчитывают приступить в конце этой недели. Работы планируется завершить к 19 августа. Губернатор выразил сомнения относительно влагостойкости щебеночного покрытия, однако подрядчик заверил в соблюдении всех технологий укладки слоя. Также Николаю Ивановичу Меркушкину был представлен проект Академии тенниса, которую городская администрация мечтает открыть на базе спорткомплекса «Кристалл». В Самаре возвращают исторический облик. Объекты культурного наследия приводят в порядок. Какие материалы и технологии используют строители, и почему к каждому памятнику нужен особенный подход? На фотографиях особняк Санина еще до реконструкции. Обветшалый фасад, изъеденный временем лепнина. А вот нынешнее состояние объекта культурного наследия. Несмотря на то, что дом номер 41 на улице Молодогвардейской спрятан за строительными лесами, видно, как к нему возвращается былое великолепие. Работа кропотливая. Восстановить предстоит порядка 400 гипсовых конструкций. А еще окна и двери. Металлические конструкции. То есть, если вы видите навесы, вот пять навесов, это кованые тоже конструкции. Это полностью было установлено. Крыша была в аварийном состоянии. То есть, деревянные конструкции были подтверждены гниению, трещинам. Ну и в проекте было принято решение полностью поменять всю стропильную систему. Цокольный этаж пришлось отстроить заново. Он был полностью разрушен. Камень везли из того же карьера, что и полтора века назад. Тогда дом принадлежал известному самарскому купцу Ивану Львовичу Санину. В здании располагались жилые помещения и торговые лавки, которые, кстати, имели безукоризненную репутацию. Приказчики покупателей не обсчитывали. За этим хозяин следил лично. А в 146-м доме на улице Фрунзе жил болгарский коммунист Георгий Димитров. Здесь же над легендарной седьмой симфонией трудился Дмитрий Шостакович. Это здание было построено в 1929 году по проекту известного архитектора Петра Щербачева. Под слоями краски и штукатурки находится кирпич, которому почти 90 лет. Для восполнения сколов использовали специальный раствор. Ну а ту часть кладки, которая со временем пришла в негодность, восстановили. В работе использовали кирпич старого образца. Фасад и кровли обновляют в рамках региональной программы капремонта. Реконструкция многоквартирных домов, которые при этом являются объектами культурного наследия, требует особого подхода. Сначала готовят научно-проектную документацию. Она проходит согласование в Управлении государственной охраны памятников, где получают заключение историко-культурной экспертизы. На основе этих исследований создается проектно-сметная документация. Затем определяют подрядчика. К нему тоже особые требования. Наличие специальной лицензии. Мы следим за ходом производства работ. Делаем свои замечания. После организовывается приемка работ с участием подрядной организации, заказчика, авторского надзора, представителем многоквартирного жилого дома. Объект или принимается, или не принимается. Все это делается для того, чтобы сохранить уникальный исторический облик зданий. Поэтому и стоимость реставрации в разы дороже. На ремонт фасада и кровли дома на улице Фрунзе ушло порядка 43 миллионов рублей. На улице Молодогвардейской – 15 миллионов. Обновление этих двух объектов должно завершить к ноябрю. К каждому зданию подходит индивидуальность. И за этим очень строго следят. Делаем рейды выездные. Смотрим состояние проводимых работ. И фиксируем сроки, чтобы подрядчики укладывали сроки по качеству. А вот и дом номер 132 на улице Чапаевской совсем недавно. На него тоже было жалко смотреть. Особенно удручало крыша и крыльцо здания, построенного, кстати говоря, еще в конце 19 века. В начале лета на раритет обратили внимание волонтеры Том Сойерфеста. Но для ремонта кровли ни опыта, ни средств активистам не хватало. Тогда на помощь пришел областной фонд капремонта. Он заключил соглашение о сотрудничестве с общественниками. Результаты не заставили себя ждать. Крыша уже была, мне кажется, чуть-чуть бы она свалилась бы нам на голову. Ребята здорово делали, ничего не скажешь. Сколько дней? Да, дней пять, наверное, всего. Мы думали, там может растяло, понесли на сколько. Дней пять всего работали. Поменяли все. И саму крышу, и балки вот эти деревянные, и железо положили, все новое. У нас слов нет. Свою часть обязательств фонд капитального ремонта выполнил полностью. Теперь очередь за активистами. Их силами за последние два года были отреставрированы фасады семи домов. Сейчас работы ведутся на двух объектах по улице Молдогвардейской и теперь на Чапаевской. Подобный дом мы делали в первом сезоне, в 2015 году, совершенно такого же типа, такой же высоты, примерно такой же типаж наличников был. В принципе, благодаря тому, что жители смотрят за домом и ухаживают за ним, он в более-менее хорошем состоянии. Мы просто хотим помочь местным жителям, чтобы не было необходимости проводить какие-то ремонтно-покрасочные работы каждый год. Мы сделаем в этом сезоне и надеемся, что это продержится несколько лет. Подобное сотрудничество между представителем рекоператора и волонтерами Всероссийского движения – первый опыт не только в Самаре, но и во всем Приволжском федеральном округе. Да, мы будем сотрудничать дальше, это очень интересная работа, людям надо помогать, тем более дома в плохом состоянии очень многие и денег у жильцов не хватает на то, что бабушке им надо всегда помогать. Кроме того, возле дома номер 132 по Чапаевской должен появиться арт-объект. Это будет своеобразный портрет квартала, рассказывающий историю примечательных сооружений этого уголка Старой Самары. Детали проекта пока не раскрываются. Внимание не только городам, но и районам области. В Приволжье реконструируют школу. Это решение было принято в ходе рабочего визита губернатора в район. Здание образовательного учреждения уже давно требует ремонта. Перемены ждут и культурно-досуговый центр. В прошлом году в нем произошел пожар, причина – старая электропроводка. Все работы по восстановлению планируют завершить до 1 ноября. Немало будет сделано в районе и за счет государственного частного партнерства. В реализации важных проектов помогают предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством. Метр за метром, гектар за гектаром. Современная техника быстро справляется с поставленной задачей. В этом хозяйстве уже завершают уборку озимой пшеницы. Аграрии отмечают качество зерна в этом году хорошее. Необходимые анализы уже проведены. Сорт пшеницы «Светоч» пока на нем остановили свой выбор предприниматели. Он устойчив к засухе и полиганию, хорошо зимует. При этом экспериментировать и искать еще лучшее сельчане все же продолжат. Первый год сработали именно подкормкой не только по почве, но и по лесу. Сработали подкормкой и удобрением. Я думаю, что тоже это дало себя знать. И все-таки урожай мы видим на лицо. Да, третий класс. Предприниматели признаются, в достижении результата хорошо помогают госпрограммы. Поддержка существенная. Новая Заволжья – одно из передовых хозяйств в районе. Всегда большой урожай, у сотрудников хорошая зарплата. Выращивают зерно, сою, нут. Посредние пользуются спросом за рубежом. Поставки уже отлажены. Удался в этом году и подсолнечник. Это поле губернатор выделил особо. Можешь сказать, очень здорово. В Самаре такое поле вижу первый раз. Предприятия активно участвуют в жизни района. Например, в селе помогли привести в порядок дороги, отремонтировали детский сад, построили храм. Достигнута договоренности о совместном возведении современного спортобъекта. Территория уже подготовлена. Давай, выделяем через неделю. С тобой добавишь? А? Добавишь и оставишься. С урожай. Все? Все. Делаем по хорошему. По хорошему площадку. Два с половиной миллиона сразу выделяем. Все, нет проблем. Если бы все свою долю так делали, как вы, да? Оба как зажили. Это оно. Мы там живем, мы должны делать это, понятно. Не все делают. А это уже волжский посад в продукцию предприятия. Яблоки, землянику, малину реализуют не только в Самарской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской области, Пермском крае. Яблоки здесь висят целыми гроздями, буквально как виноград. Например, этот сорт называется юбиляр. Вкус кисто-сладкий. По словам предпринимателей, он пользуется большой популярностью у покупателей. В этом году в планах предприятия собрать более двух тысяч тонн яблок, добиться высокой урожальности, помогать система питания деревьев. Используют здесь и так называемую механическую стресс-подрезку корней яблок. Это сейчас на продажу? Да, это на продажу. Нет, только на продажу. Потому что яблоко только поспело, отходов нет. Отходов нет и все, стараемся только на продажу. Это город, районные центры все наши области, крупные населенные пункты. А только в Руссене. А только в Руссене. В Приволжье находится один из крупнейших производителей картофеля, сои и овощей в Самарской области. В крестьянско-фермерском хозяйстве Цирылев все по современным стандартам. Есть новое овощехранилище, модернизируется магистральный трубопровод, предназначенный для орошения земель. Особая гордость – уникальная научно-исследовательская лаборатория. Сюда перенимать опыт приезжают специалисты из ближнего и дальнего зарубежья. В нашем хозяйстве смотрим наличие патогенов и, соответственно, их обнаружим и подбираем средства защиты растений. Такой подход позволяет снизить потери и увеличить прибыль. Здесь проводят исследования почвы, семян, растений, готовой продукции. Техника только самая современная. Вот сюда вставляется чин, задвигается и программу мы включаем. И патогенная ДНК где-то в течение 48 минут у нас уже готова. То есть на 9 вирусов, 2 пробуем, можно определить ДНК чуть-чуть больше. Губернатор осмотрел поля сои, луком, морковью. Урожай ожидается хороший. Не забывает предпринимателей о создании комфортных условий для рабочих. Подведены современные пункты питания, места для отдыха. А это здание школы в Приволжье. Оно уже давно требует ремонта. Как отметило руководство образовательного учреждения, прежние губернаторы внимания на их просьбы не обращали. Сейчас здесь учатся 480 человек, но есть необходимость принять больше школьников. В этом году учебное заведение подготовило 6 медалистов. Трое из которых будут поступать в Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Остальные золотые выпускники выбрали медицину. Главе региона представили проект реконструкции. Он подразумевает снос заброшенного здания на территории школы и возведение нового корпуса. В первую очередь, вот сейчас торгуем, 327 миллионов. А вторая? Вторая, общая смертная стоимость 480. Сколько будет учащихся? 600 с лишним, да, 620. Орестировано 630, там 630 детей. Мы его включили в федеральную программу общую, в вашу школу. Поэтому будем двигать. Главное спасибо. Николай Иванович, спасибо большое. Как отметил губернатор, реконструкцию возможно провести в течение двух лет. Кроме того, глава региона поручила рассмотреть возможность включения в проект бассейна для младших классов. Рядом Волга и важно, чтобы дети научились плавать. Отмечу, что до этого бассейна на территории райцентра не было. Приведут в порядок и культурно-досуговый центр. В прошлом году в здании произошел пожар. Причина – старая электропроводка. Все работа по восстановлению планируют завершить до 1 ноября. За последние пять лет суммарная поддержка села составила 50 миллиардов рублей. Благодаря этому Самарская область возвращает себе статус крупнейшего сельскохозяйственного региона. Если раньше аграрии о большом урожае только мечтали, то сейчас они уже бьют рекорды. В Хворостянском районе уже бьют рекорды. Глава региона в ходе рабочего визита осмотрела одно из полей и поинтересовался результатами. Предприниматели используют современную технику и постоянно обновляют ее парк. Вот Алексеевич говорит, что все рекорды могут быть подеты. Могут быть, это я добавил. Он сказал по-другому. Какое урожайность сейчас сложилась? В среднем, с убранной почвы. А? И 50-м немножко не дотянули. Вот сейчас уберем, а где-то будет, наверное, на 47 сельскохозяйственных площадей совсем. Видите, когда я в первом послании говорил, что можно в Самарской области 45 сельскохозяйственных площадей, они все посмирялись на дому. А теперь... Одно из первых полей, убранных в Ростянке, 40 гектар, 63, да? 34 сейчас по кругу практически, по области идет. Также глава региона осмотрел ход строительства пансионата для ветеранов войны и труда. Его начали возводить в 2003-м. Но из-за проблем с финансированием на долгое время стройка была остановлена. Благодаря поддержке областного правительства работы возобновились. Сейчас уже приступает к логоустройству территории. Здесь все по современным стандартам. Просторная кухня и столовая, медкабинеты. Созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комнаты рассчитаны на двух человек, есть кондиционеры и балконы. Пансионат будет оказывать услуги и на платной основе. Здесь надо набывать 11. 11 квадратных метров. И полноценное. Полноценное все, да. Ну, это или до того, кто не уживается, обычно есть такие люди, которые... Да. Или те, кто желают принять бесплатные услуги. Семьи, которые выезжают на курорт, некуда оставить. Они могут привезти на месяц, на два здесь. То есть, так же проживают на всех условиях. Только платят. Здесь смогут принять 78 человек. В первую очередь сюда переедут те, кто сейчас проживает в старом здании пансионата. Оно построено 80 лет назад. Из-за стесненных условий в каждой комнате учреждения находится по 5-6 пенсионеров. В общей сложности их 26. Остальные места в новом корпусе займут ветераны-инвалиды со всей Самарской области. Губернатор дал поручение профильным ведомствам рассмотреть и предоставить все возможные варианты для скорейшего ввода здания в эксплуатацию. Глава села Новотулка, где находится пансионат, поблагодарила Николая Ивановича Меркушкина за внимание к сельчанам. Особые слова благодарности прозвучали за введение стимулирующих выплат. Вот за этот месяц, за прошлый месяц, 249 тысяч. Здесь сельское поселение получили? Да, поселение. Куда потратили? Потратили на благоустройство, на зарплату люди, которые работают у меня на благоустройстве, потому что сейчас вот. Ну да. Да. Ну и оплата налогов. Налогов. Да, вот сейчас, в ближайшее время, у меня деньги оставили, косилку покупали, роторную, в траве немножко заросли, потому что тяжело работать, когда посреди техники своей нет. Губернатор отметил, в селу вполне по силам получать и большие суммы. Для этого необходим контроль за оборотом алкогольной продукции. Это приведет к увеличению поступлений от акцизов на алкоголь. Временные рамки эфира не позволяют рассказать обо всем подробно, поэтому дальше подборка событий и фактов недели, которые редакция программы «Точки на Де» просто не могла упустить из вида. Николай Иванович Меркушкин. Николай Иванович Меркушкин примет фестиваль болельщиков Чемпионата мира по футболу, переживает второе рождение. Масштабная реконструкция в самом разгаре. Круглосуточно на объекте трудятся свыше сотни рабочих. Сейчас с фрезеровкой снимают старый асфальт, чтобы заменить его новым, более прочным. Этому этапу уделяют особое внимание, поскольку во время парадов по площади проходит тяжелая бронетехника. Решено максимально сохранить исторические элементы. Гранитные борты чугунную ограду вдоль площади бережно реставрируют. Нетронутыми останутся и объекты культурного наследия. Памятник Куйбышеву и Стелла героям Великой Отечественной войны. Здесь лишь поправят покосившиеся от времени плиты основания. Параллельно занимаются скверами. В двух из них почти закончена укладка плитки. Заменили бортовой камень. Готовят грунт под цветы и газон. По поручению губернатора и главы работы выполняются под строгим надзором общественности, МБУ, дорожное хозяйство. То есть к привлечению работ, к принятию решений привлекаются общественные советы, депутаты разных уровней и так далее. То есть контроль за выполнением работ многоступенчатый и в полном объеме. Помимо внешнего вида изменится и техническое оснащение площади. Уже смонтирован автополив. Орошением цветников и газонов будет управлять компьютерная программа. Проложат и электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых мероприятий, таких, например, как предстоящий фестиваль болельщиков FIFA. Появится на площади и бесплатный Wi-Fi. Некоммерческие организации региона получат президентские гранты на 47,8 миллионов рублей. Такое решение принято по итогам первого конкурса, который провел Координационный комитет на предоставление финансовой поддержки главы государства. В числе победителей оказались 970 НКО из 79 субъектов России. Общая сумма, которая будет направлена на развитие гражданского общества, составляет 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Из Самарской области поддержку получил 21 проект. Среди лучших – Общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, «Союз женщин», «Инклюзивный клуб добровольцев», а также благотворительные фонды и ресурсные центры. Отмечу, что прием заявок на второй конкурс президентских грантов этого года начнется 16 августа. При взрывах в Абхазии получили ранения самарцы. Минздрав республики опубликовал список пострадавших. Среди них три жительницы Самары и одна женщина из Тольятти. Всего травмы получили 60 человек. Среди них 34 россиянина. Две жительницы Петербурга погибли. Напомню, ЧП случилось на военном складе вблизи села Приморское Гудаутского района. Произошло два взрыва, которые детонировали хранимые крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Осколки разлетелись на жилые дома. Взрывной волной зацепило и туристический объект. На территории населенного пункта находится сероводородный источник. В военной прокуратуре Абхазии возбуждено уголовное дело. Причины обстоятельства трагедии выясняются. Директора Самарской первой гимназии подозревают в получении крупной взятки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в управлении ведомства по Самарской области. По версии следствия, руководитель образовательного учреждения в своем служебном кабинете получил 600 тысяч рублей за зачисление двоих детей в четвертый класс. Это была только первая часть суммы. При получении оставшихся 200 тысяч подозреваемую задержали. Расследование уголовного дела взяла на контроль областная прокуратура. Самарский районный суд избрал для подозреваемой меры пресечения в виде ареста на два месяца. На основании сложного руководства статьей 108 главного фронтуального кодекса Российской Федерации суд постановил избрать подозреваемого Котомышева или Бобби Владимировны меры пресечения в виде заключения по стражу сроком на два месяца, то есть до 3 октября 2017 года, включить заявление. В мэрии Тольятти прошли обыски. Полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями искали документы, доказывающие причастность администрации Автограда к хищению муниципальных средств. Речь идет о деньгах, которые в 2014 году выделялись на строительство дома эконом-класса в центральном районе города. По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников компании АТП-5, которая являлась подрядчиком на объекте, и представители департамента градостроительства мэрии присвоили 300 тысяч рублей. Эта часть суммы выделена на строительство. Обыски прошли в рамках уголовного дела. Вся ценная для следствия документация изъята. Воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук стала чемпионкой мира в составе сборной России среди игроков не старше 19 лет. Соревнования проходили в итальянском городе Удине. В финале российские баскетболистки одержали победу над сверстницами из США со счетом 86-82. И впервые в этой возрастной категории завоевали чемпионский трофей. Игра равная была. Я думаю, что трители все-таки поняли, что Россия все-таки может добить. И зал прям взрывался от каждого нашего мяча. И на самом деле это очень помогало. И это, я думаю, и заставило нас выиграть. Этот успех во многом и заслуга воспитанницы самарского баскетбола Дарьи Курильчук. На чемпионате она сыграла во всех семи матчах и стала лучшим снайпером. Точно в корзину попадал каждый второй ее трехочковый бросок. В финальном поединке девушка набрала 11 очков. Сегодня отмечают День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 1896 году. И был приурочен к дню рождения императора Николая Первого. Он как раз и начал строительство железных дорог. С тех пор прошло уже больше века. А этот вид транспорта по-прежнему пользуется большой популярностью. Не исключение и Самарская область. Машинисты, диспетчеры, проводники и ремонтники. Сегодня на Куйбышевской железной дороге работают почти 50 тысяч человек. Лучших в преддверии профессионального праздника поздравил губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Дороги сегодня играют огромную роль в жизни нашей страны. Мы по итогам этого полугодия, несмотря ни на то, что все-таки пока не все ладно в нашей экономике, кризис, санкции разного рода, но тем не менее дорога куйбышевская на 14% увеличила. Перевозки, погрузку мы увеличили. И железнодорожники, они всегда были, еще раз хочу сказать, в авангарде. И я уверен, вы такими останетесь и будете. Поэтому с праздником, во всем вам успехов и благополучия вам. Куйбышевская магистраль объединяет 10 регионов. Протяженность ее стальных путей превышает 11,5 тысяч километров. Ежесуточно со станции железной дороги отправляется в путь около 100 тысяч человек. Новая страница в истории пассажирского сообщения открыли так называемые «дневные экспрессы». Скоростные поезда позволяют жителям Башкортостана, Самарской, Саратовской, Пензенской областей с комфортом и на высокой скорости путешествовать по регионам Поволжья. Большой популярностью у школьников обрел проект «Вагон знаний». Учащиеся расширяют знания географии и открывают для себя новые города. По-прежнему востребованы услуги торговых составов. В первом полугодии текущего года перевезено почти 10,5 миллионов тонн грузов. Преимущественно это нефть и топливо, химикаты, автомобили, промышленное сырье и продовольственные товары. Дмитрий Галипович Амзаев – составитель поездов на станции Кенель. От его работы зависит, прибудет ли ценный груз в пункт назначения. Разные направления – и на Оренбург, и на Казахстан, и на Дальний Восток, и на Сибирь. Мое любимое дело, моя профессия. Поэтому надо заниматься тем, что любишь. Награда за любовь к профессии, многолетний труд – благодарность губернатора. Помимо Дмитрия Галиповича Амзаева, глава региона отметил еще семерых его коллег. Электросварщик из Сызрани Александр Филиппович Сафонов теперь носит на груди почетный знак трудовой славы. Награда учреждена по инициативе главы региона. Награждаются люди, скажем, человек труда, люди с золотыми руками и достаточно светлой головой. Не только надо иметь золотые руки, но и очень светлую голову. Это наша высшая награда. С ней идет 120 тысяч рублей материальное сопровождение. Николай Иванович, спасибо большое вам за большую такую высокую награду. Я, конечно, рад, у меня слов нет, я готов трудиться во благо нашего края. Достойная работа и оплачивается достойно. На 10,5% удалось повысить к уровню прошлого года среднемесячную заработную плату работников, задействованных в перевозочном процессе. Сегодня она составляет 38 664 рубля. И превышает среднюю заработную плату по Самарской области более чем на 30%, в Пензенской области на 40%. В рамках торжества чествовали не только действующих сотрудников, но и пенсионеров. Почетным знаком губернатора был отмечен Александр Викторович Павлов, председатель межрегиональной общественной организации ветеранов войны и труда железнодорожников Куйбышевской железной дороги. Это награда, это, конечно, оценка нашего труда не только ветеранов, но и всех работников Куйбышевой дороги. За ту позицию твердую, которую проводит Николай Иванович, а мы ее поддерживаем, и, я думаю, будем в дальнейшем поддерживать, с тем, чтобы наш край, наша Самарская область и наша дорога была на хорошем счету, и наши люди награждались как губернатором, так и другими руководителями регионов. С праздником вас! Спасибо, Николай Иванович! Великое прошлое, перспективное будущее не обошла стороной железную дорогу и повсеместная цифровизация экономики. Куйбышевская магистраль адаптировалась быстро. Более 40% билетов на поезда сегодня продаются в электронном виде. В планах железной дороги дальнейшее повышение качества обслуживания, безопасности и, как следствие, пассажиропотока. Пока точки над эр расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин